Не только дети, но и взрослые могут сталкиваться с трудностями речи. Если человек ограничен в возможности выражать свои мысли, ему трудно находить общий язык с окружающими. В таком случае может помочь только логопед, который является специалистом, корректирующим речевые дефекты. День логопеда празднуют 14 ноября. Ежегодно в России, а также и в других странах в это время поздравляют специалистов, выбравших эту профессию. Современный логопед обладает навыками психологии, дефектологии, физиологии и языкознания. Это очень сложная и вместе с тем востребованная профессия. В этом уверена Елена Белоконь, опытнейший учитель логопед из первого детского сада со стажем работы 33 года. Профессия логопеда в наше время актуальна как никогда, потому что, к сожалению, возрастает количество детей, которые имеют очень сложную речевую патологию, которые имеют сочетанные дефекты, такие как сложные нарушения, связанные с центральной нервной системой, нарушения аутистического спектра. То, с чем мы имеем дело, это такое комплексное воздействие, которое мы должны осуществлять творчески. Во время бурного развития компьютерных технологий человеческую речь ничем не заменить. И чтобы добиться успеха в своей работе, логопед должен обладать многими важными качествами. Профессионализм, четкость, выполнение своей задачи правильное, они должны сочетаться именно с этой любовью к детям. Мы делаем это каждый день. Да, это огромный расход жизненных сил, энергии. Это, знаете как, это служение. То, чему вы правильно заметили, мы посвящаем многие годы и многие из нас даже большую часть своей жизни. Я очень рада, что я нахожусь в профессии. Я очень рада, что мы сейчас можем все больше использовать средств мультимедийных, каких-то новых технологий, какое-то оборудование. Сейчас нет проблем закупить все эти интересные развивающие, обучающие игрушки, игры. Но личность логопеда ничего и никогда не заменит. Самая большая награда для логопеда, когда твои воспитанники, избавившись от речевых дефектов, благодарят тебя за мастерство и неравнодушие. Однажды, вот правильно вы заметили, техникум рядом, пришли дети, и настолько мне запомнилось, они вспомнили занятия, когда я, пытаясь быть для них волшебником, организовывала какой-то красивый показ. То есть они пересказывали рассказ в связи с показом наглядности. И для них это настолько осталось в их головах. Они пришли, я не помню уже их лица, они выросли, но потом, конечно, я соотнесла, очень обрадовалась им. И такое бывает не один раз. Дети приходят из школы, дети помнят по именам, они здороваются на улице. Елена Белоконь делится своим богатым опытом с молодыми специалистами. День логопеда – праздник, который, к сожалению, пока еще мало освещен за пределами сообщества. Но все это поправимо, поскольку живое человеческое общение по-прежнему играет главную роль во всех сферах жизни, и это общение помогают обеспечить как раз люди этой нужной профессии – логопеды. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Занималась сегодня.